МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Год на посту главы. Алексей Сафонов провёл пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Совет молодых учёных создали в Нижегородской области. Членом совета стала и саровчанка Арина Мартышина. 13 ноября стартовал новый хоккейный сезон. ХК «Саров» принимал на своём льду команду «Кварц». Далее расскажем обо всём подробно. Сложный рубеж в строительстве 11-й школы преодолён. Положительное заключение государственной экспертизы уже получено. Работы планируют закончить во втором квартале следующего года, рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции. Проблема долгостроя в Сарове остаётся и сейчас. В этом году особо остро ощущается дефицит рабочей силы. Если раньше на строительные объекты был серьёзный конкурс, то сейчас подрядной организации порой приходится уговаривать вести объект. Часть организаций, к сожалению, для современного ведения бизнеса, на самом деле не склонны работать по-настоящему. Не скажу, что все, но очень большой процент после заключения договора, это как в области проектирования, на самом деле, как в области строительства, честно признаются, что мы и не собирались работать. Было бы хорошо, чтобы мы забрали свои генподрядные деньги. Найдите какую-нибудь организацию, кто за нас всё это сделает. Наболевший вопрос поможет сдвинуть с мёртвой точки изменение концепции формирования УКСов на территориях, пояснил Алексей Сафонов. Ещё один значимый вопрос, волновавший многих журналистов – освоение северных территорий, которые планируют присоединить к закрытому городу. Тут есть и плюсы, и минусы. То есть общение с горожанами, ну, как классические, наверное, любые сложные вопросы, имеют кардинальные позиции. И часть жителей города считает желаемым как раз жить за контролируемым, за охраняемым периметром. Часть, наоборот, считает, возможно, жить только внутри охраняемого периметра. То есть тут есть за и против. Но, тем не менее, эта территория востребована. По предварительным оценкам, на северных территориях можно разместить до 25 тысяч жителей. Проблем хватает и в черте города, в частности, деятельность гор автотранса. Перед его новым руководителем стала непростая задача – нормализовать работу предприятия. Положительная динамика уже прослеживается, считает глава города. Хочу отметить, что на первичном этапе Григорию Васильевичу удалось нормализовать, скажем так, в его технических возможностях хотя бы график. И в целом он сейчас соблюдается. И мы переходим к следующему этапу – это парк автотранспорта. Очень непростая и тяжёлая ситуация. Ресурсы выработаны. Новый транспорт хоть и не решит, но существенно облегчит ситуацию в городе. Автобусы получат уже в декабре. В начале пресс-конференции Алексей Александрович поделился впечатлениями о том, как изменилась его жизнь за год работы на новой руководящей должности. Год прошёл насыщенно. С точки зрения меня, как восприятия, да, есть чёткое понимание, чем отличается работа от службы. Теперь я чётко ощущаю, что такой муниципальный служащий. Ты не принадлежишь себе, ты действительно работаешь, служишь на том направлении, ответственность за которую ты и несёшь. Полную версию пресс-конференции смотрите в нашей рубрике без комментариев. Из федерального и областных бюджетов в казну города поступит больше 3 миллиардов рублей, а также около миллиарда налоговых и неналоговых доходов. Всего в следующем году бюджет города составит около 4 миллиардов 300 миллионов рублей. Прогнозируемый объём расходов превысит бюджет на 100 миллионов. В проекте бюджета города предусмотрены средства на капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений, обеспечение учеников начальных классов горячим питанием, строительство и расширение улиц Чапаева, Чкалова, Негина, а также реализацию национальных проектов. Также заложены средства на обеспечение выплаты и сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утверждёнными дорожными картами развития отраслей социальной сферы, поддержку малого бизнеса и на другие расходы. В процентном соотношении на образование планируют потратить 50%, 13% на транспорт, лесное и дорожное хозяйство, 9% отдадут культуре, а 7% – жилищно-коммунальному хозяйству. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Проект инициативного бюджетирования «Вам решать» уникален. Активное участие в нём принимают граждане. В этом году инициативные группы и администрация города подготовили 16 заявок на участие в проекте на 2022 год. Все они успешно прошли защиту. Общая сумма для реализации всех проектов – около 50 миллионов рублей. Из них на финансирование предполагается выделение средств 25 миллионов областного бюджета, около 24 миллионов – это средства местного бюджета, и 1 миллион рублей нам как спонсорскую помощь оказывает организация госкорпорации «Росатом». Саровские проекты направлены на благоустройство дворовых территорий и замену дорожного покрытия. В том числе планируется обновить освещение улиц в старом районе города. Хотя многие регионы уже сформировали свои заявки, регистрация на проект инициативного бюджетирования «Вам решать» продлена до 22 ноября. Многие муниципалитеты впервые участвуют в защите таких проектов и не имеют опыта. А количество инициативных групп, естественно, все больше и больше с каждым годом возникает. И, соответственно, не успевает министерство со всеми муниципальными образованиями своевременно и качественно отработать все заявки. Следующий этап – участие в голосовании. Примерно с 25 ноября по 25 декабря всем горожанам представится возможность проголосовать за инициативные проекты Сарова на сайте Министерства внутренней политики Нижегородской области. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Собрать пакет документов, подать заявку, подготовить выступление. Представители от Сарова молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области выбирали члены молодежной палаты. Свои кандидатуры на конкурс выдвинули Тимур Лавягин и Евгений Осетров. Оба участника выступили с докладами. Сегодня на конференции выступило два кандидата. Это Тимур Лавягин, он студент Саровского политехнического техникума, учится на третьем курсе. Выступление его было коротким, но очень эмоциональным. И я бы так сказал, что с таким задором, с юношеским. Регламент конференции, пять минут на выступление и три на вопросы. Вторым к трибуне поднялся Евгений Осетров. В своей речи он кратко рассказал о себе, своем видении работы в парламенте, предложил областные проекты и направления, которые можно развить на территории города. Основная роль будет заключаться в работе всей палаты. Я приезжаю, рассказываю, докладываю вам о работе молодежного парламента, какие инициативы рассматриваются. Мы с вами тоже совместно готовим эти инициативы и предлагаем уже на следующем заседании. Либо, как сейчас работа устроена, это, конечно, все в онлайн-режиме. После выступлений провели голосование. Члены палаты сошлись во мнении и все свои голоса отдали Евгению Осетрову. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Борьба с коронавирусом в России продолжается. Новые ограничительные меры дали эффект. Рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19. Впервые за два месяца непрерывного роста в стране снизилась заболеваемость на 2%. Это позволило вернуть в оказание плановой медицинской помощи 6 тысяч коек. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. Обращаюсь ко всем главам регионов. Возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и в поликлиниках должны быть необходимы лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее. 600 тысяч медиков помогают больным коронавирусом по всей стране, рассказал на заседании министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что сейчас под наблюдением врачей находится 1 миллион 274 тысячи пациентов. Вынужден отметить, что на сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находится 246 тысяч пациентов. Развернуто 295 тысяч коек. И такая самая для нас значимая цифра, с которой мы работаем, это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии. И особенно группа находящихся на искусственной вентиляции легких. Сегодня таких пациентов чуть более 7 тысяч человек находятся на искусственной вентиляции легких. И еще раз хотел подчеркнуть, что среди вакцинированных на ИВЛ крайне редко мы видим пациентов в реанимации. За последнюю неделю темпы вакцинации в России выросли на 6%. Привились более 3 миллионов человек. Стали чаще вакцинироваться и люди старше 60 лет. Уровень коллективного иммунитета достиг 49%. Сегодня вакцина – это возможность спасти жизнь. Особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач. Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки. Напомним, записаться на вакцинацию в Сарове можно на сайте КБ50 через портал пациента на любое свободное время, независимо от того, какую прививку вы хотели бы сделать – против гриппа или COVID-19. А также по телефонам колл-центра 1-й поликлиники 9-55-11, поликлиники номер 2-9-55-77, телефон прививочного кабинета 9-55-49. После армии Андрей Телин выбрал работу в патрульно-постовой службе. Молодому человеку понравилось и общаться с людьми, и охранять общественный порядок. Через три года он поступил в Нижегородскую академию МВД. А дальнейшую службу Андрей Викторович проходил в качестве участкового у полномочного. Я стал участковым, потому что у него, во-первых, полномочий больше, служба интереснее, потому что уже имеешь дело с материалами, то есть производство уже по делам ведешь, как, например, по административным материалам уже ведешь производство по делам об административных правонарушениях, уже непосредственно общаешься с гражданами, с организациями. Стереотипный портрет участкового – это скромный и простой сотрудник полиции, который не имеет высоких званий и особых полномочий. На самом деле служба участкового – одна из основополагающих в системе органов внутренних дел. Каждое четвертое преступление раскрывают именно они. У него огромнейший вклад в правопорядок и в обеспечение как общественной безопасности, так и в охрану общественного порядка, в общественных местах и на любых там массовых мероприятиях. Плюс миллионы, наверное, по стране семейно-бытовых конфликтов разрешается участковым и полномоченным. И только благодаря им, их работе, у нас не совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления на бытовой почве. В опорном пункте участкового почти не застать. Охрана общественного порядка на своей территории, раскрытие преступлений – это далеко не основные задачи сотрудника. На нем лежит большая нагрузка и ответственность. Часто участковые работают даже по выходным. А в подведомстве одного человека может находиться от трех до пяти тысяч граждан. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем участкового полномоченного полиции. Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу, мужество, выдержку, ответственность, за готовность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Светлана Юрунова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. На площади Ленина сотрудники ДПС останавливали машины, встречая удивленный взгляд автомобилистов. Дальше действовали волонтеры клуба «Инсайт». Они рассказывали водителям о том, как опасно употреблять психоактивные вещества и управлять транспортом в состоянии опьянения. После этого ребята вручали специальные наклейки. Так прошла акция «Трезвый взгляд». Мы просвещали водителей о том, что необходимо соблюдать здоровый образ жизни, необходимо выдержаться от употребления психоактивных веществ, потому что это влияет не только на них самих, а еще и на то, как они ведут себя за рулем и, соответственно, на жизни людей, которые им встречаются на пути. Большинство аварий и несчастных случаев происходят по вине водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД каждую неделю выявляют нетрезвых водителей. Ситуация усугубляется из-за снега и глоледицы. ГИБДД призывает всех водителей не нарушать правила, ни в коем случае не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, при ухудшении погодных условий, которые сейчас мы наблюдаем, соблюдать скоростной режим, быть предельно безопасными при подъезде к пешеходным переходам. Сотрудники ГИБДД призывают у пешеходов быть внимательными и осторожными на проезжей части. Убедитесь, что машина полностью остановилась, и только тогда переходите дорогу. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Совет молодых ученых Нижегородской области сформировали, чтобы развивать научную и инновационную деятельность в регионе, а также поддерживать новые инициативы молодежи. От Сарова членом совета стала студентка физико-технического института Арина Мартышина. Деятельность будет представлять собой участие в этих выездах совета. То есть он там несколько раз в год будет. Мы будем все собираться и обсуждать какие-то вопросы, какую-то статистику, продвижение по направлениям различным. Арина учится на четвертом курсе направления «Прикладные математика и физика» по профилю «Квантовая электроника». Несмотря на юный возраст, девушка активно занимается научной деятельностью, участвует в различных конференциях, публикует свои статьи в сборниках. Студентка состоит и в Совете молодых ученых при Саровском институте. Арина уже второй год работает в моей лаборатории «Математическое моделирование физики живых систем». И занимается она моделированием процессов, связанных с метаболизмом человека в гепатоцитах, в клетках печени. Членами Совета молодых ученых Нижегородской области выступают представители высших учебных заведений и научных организаций, молодые специалисты госкорпораций. На ближайшее время запланирована очередная встреча Совета в Нижнем Новгороде. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Любопытный феномен. В руках талантливого человека простой баллончик с краской может преобразить городскую среду. Легкие штрихи превратят серые скучные стены в настоящее произведение искусства. Но у граффити есть и обратная сторона. Странные каракули, нечитаемые надписи или вовсе оскорбительные выражения пестрят на многих объектах закрытого города. Совсем недавно в своем репортаже мы рассказывали о ярких детских рисунках, что украсили остановку у дома пионеров. Но неизвестные, похоже, решили внести свою лепту в творчество юных художников. Досталось стендам как снаружи, так и внутри. Похожую картину наблюдаем и на другой остановке. Здесь не пощадили военные снимки. Повесили такие красивые стенды. Не прошло трех месяцев уже изрисовали. На улице Силкино только что поменяли стенды. То же самое. Не успел ли поставить и остеклить, как уже везде, вот эти мазюкалки. Вы знаете, вот поймать бы этих ребят. И не столько ребят, сколько родителей, которые не воспитывают детей. Вот это чувство, чувство вот этого патриотизма. Осквернение снимка в Великой Отечественной войне тронуло Валентину Станиславовну до глубины души. Во время разговора ей порой было сложно сдержать слезы. Особенно ей жаль снимок «Комбат» – символ подвига Красной Армии. Едва ли авторы этих надписей были знакомы с трагической историей снимка. Изрисуются подряд и не понимают даже, что они творят. Это же наверняка молодежь. Если кто-то видел, пускай хоть, ну, дадут какое-то пояснение или еще что-нибудь. Проблема вандализма в нашем городе остается открытой. Даже если надписи и пошлые рисунки убрать с остановки удастся, нет никакой гарантии, что в скором времени они появятся здесь снова. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Я не из тех, кто все знает и кто уверен. У меня в рюкзаке постоянно живут сомнения. Хорошо живут. Они – моя зона комфорта. Стихотворение нужно прочитать в веселой и грустной манере. На видео конкурсанты должны были показать свои навыки актерского, вокального и танцевального мастерства. Хронометраж не дольше пяти минут. Таким было задание первого этапа конкурсного отбора участников иммерсивного музыкального театрализованного представления «Новогодний мюзикл РДШ». Отобрали 10 человек, и у них была онлайн-встреча в Zoom с важными людьми. То есть там сидел Игорь Матвиенко, Ирина Плещева, Елена Кейпер. И у нас была творческая беседа, они задавали на вопросы, смотрели нашу заявку. Третий этап уже отобрали порядка 80 детей, и мы уже начинаем работать над нашим мюзиклом. Проект организует РДШ совместно с Национальным чемпионатом творческих компетенций «Арт-мастерс» и продюсерским центром Игоря Матвиенко. Новогодний мюзикл создадут по мотивам легендарных произведений, сказка о потерянном времени, электроник и других, главная идея у которых – упущенное время. Сейчас отобрали, нам скидывают песни, которые надо учить, танцы показывают, которые тоже надо учить. Нам уже прислали сценарий, спектакль, мы его читаем. Главное, уже ролью они учат свой текст. И вот 8 декабря мы все встретимся в Москве, и будем уже репетировать полным составом очно. Ксения Занина покорила жюри сразу двух конкурсов. Воспитанница ДШИ стала лауреатом фестиваля «Единство» в Нижнем Новгороде. Девочка выступала с авторской песней выпускницы ДШИ Валентины Кочкиной «Мы вместе». В первом туре проекта «Первый шаг» финалистов определяли только лишь по голосу. На суд жюри Ксения представила аудиозапись своего выступления. Научно мне тоже хорошо выступило, меня тоже взяли. И сейчас я с наставником готовлюсь к финалу, который будет проходить в виде гала-концерта в Нижнем Новгороде. 12 декабря в суперфинале проекта Ксения будет бороться за денежный грант. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, службы новостей, Саров, 24. Уверенно, легко, виртуозно. Игра юной Софии Габелевой завораживает. Ее пальцы словно парят над клавишами инструмента. 6 ноября девочка открывала фестиваль «Новые имена» в зале филармонии. София исполнила первую часть концерта Моцарта с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Выступление она сравнивает со спектаклем, образы которого очень ярко описывает. Сначала, например, идут солдаты, потом народ им аплодирует, потом девушки выходят, потом опять марш идет, потом заканчивается часть первая. Вторая часть, она очень нежная, и нужно играть, как ты любишь маму. В фестивале приняли участие дети, которые в октябре успешно прошли отбор. Так, из 70 участников жюри выбрало 30 исполнителей на разных инструментах. «Новые имена» – один из самых престижных и значимых конкурсов в Нижегородской области. София пробовала свои силы в нем впервые, и это ее первая победа в конкурсе такого уровня, рассказала Валентина Горбунова. Ее отличает то, что она играет по-взрослому. То есть она очень хорошо чувствует, вот Моцарта было сложно, чем играть. У него вся музыка из коротких фраз, через паузы, знаки молчания, да, а вот это надо все объединить. Ей вот это все удается очень хорошо. Она чувствует музыку. Данные великолепные. По итогу конкурса София также стала стипендиатом губернатора Нижегородской области. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Поэт, карнавальная маска, форсайт. Нет, это не просто набор слов, а конкурсное задание для 19-го детского сада группы «Почемучки». Три главные позиции будущих сценариев – профессию, орудие труда и формат выступления – определяли путем жеребьевки. Герой постановки Низнека мечтает стать поэтом, создает волшебную маску, с помощью которой отправляется в будущее. У нас очень хороший воспитатель Светлана Константиновна. Она все придумала нам, сделала весь сценарий, который нам очень понравился. Мы решили выступить. Она заболела. Ну да, к сожалению, такая печальная немножко история. Сделали реквизит, конечно, вот что-что, а вот реквизит, да, пришлось немножечко потрудиться. Яркие костюмы, необычные декорации и растули для фантазии креативных творческих решений. Команде первого детского сада выпала профессия «Резчик по дереву» с условием, что на сценке обязательно должны присутствовать глиняные изделия. В конкурсе они участвуют уже в третий раз и в прошлых годах становились призерами. У нас принимают участие ребятишки подготовительной группы со своими мамами. Все довольны, все приняли участие в подборе материала, в составлении сценок. Для того, чтобы подобрать у нас глиняные изделия, изделия из дерева. Все это мы собирали вместе, вместе репетировали, все получили удовольствие. Надеюсь, сегодня мы вас порадуем. Театральный марафон профессии проводят в юбилейный пятый раз. В этом году он приурочен к Году народного искусства. В городском конкурсе состязаются 16 команд из детских садов города и 5 команд, представляющих школу номер 7 и Центр образования. В одной команде по два родителя со своими малышами. Последний день конкурсных показов прошел в среду, 17 ноября. Здесь есть блестящие выступления, блестящие команды и не хочется кого-то обижать и выделять. Все стараются, всем очень хочется победить. Но я могу сказать, что стабильно, красиво и выразительно выступает 42 сад, 37 сад, 9 сад интересен. Но вообще, по большому счету, все садики очень интересны. Подведут итоги и проведут церемонию награждения победителей призеров пятого темпа в эту пятницу, 19 ноября. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В мае следующего года исполнится 150 лет со дня рождения писательницы Надежды Лохвицкой, более известной как Тэфи. На рубеже 19-20 веков ее юмористические рассказы были признаны многими мастерами слова. Да и сейчас произведения Тэфи не теряют своей актуальности. В них каждый может увидеть себя. Темы, которые она затрагивает, легко можно будет потом использовать в написании итогового сочинения, потому что сейчас практикуют такие общие темы. Нужно ли помогать человеку, попавшему в беду, или как осилить дорогу идущей, или там цивилизация технологий, ну этого года тема. Что будет через два года непонятно, но в любом случае это расширяет кругозор детей, их багаж. В рамках проекта «Читаем вслух» девятиклассники школ города читали перед микрофоном рассказы «Экзамен», о русском языке, «Мой первый Толстой» и другие. Каждый ученик ответственно подошел к представлению своего фрагмента. Тексты прозвучали выразительно и артистично, а творчество Тэфи никого не оставило равнодушным. Мне очень запомнились произведения этого автора. Больше всего мне запомнилось как раз-таки произведение, которое читалось почти в самом начале, называлось «Экзамен». Летом я сама читала рассказ, который называется «Замен политики», его тоже написал Тэфи. Она пишет очень интересные рассказы, которые, правда, нам могут помочь в разных делах, например, при написании каких-то работ, сочинений. Довольно-таки интересно послушать их чтение и интонацию рассказа, потому что каждый человек понимает произведение по-своему и поэтому читает по-разному. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» запланирована на 14 декабря. Ученики шестых классов прочитают фрагменты книги Алана Милна, Кристофер Робин и «Все-все-все, когда мы были маленькими». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Еще со средних веков коты угольного окраса постоянно оказывались в немилости из-за людских предрассудков. И даже сейчас в мире гаджетов и искусственного интеллекта многие продолжают верить, что черные кошки приносят несчастье. Чтобы остановить истребление животных, в 2007 году активисты Итальянской ассоциации защиты окружающей среды учредили особенную дату – День черных кошек. У героини нашего репортажа еще нет имени, но волонтеры уверены, что самое красивое ей подберет будущий хозяин. Она и два мальчика жили в подъезде. Их всем подъездным подкармливали. Там жили собаки, естественно, с хозяевами. Не всем это нравилось. В общем, нам сказали, что это три котенка. Откормили этих три котенка полугода, как лошадок. В общем, им даже сразу не скажут, что им по полгода. Они достаточно упитанные, чистые, но зиму они не пережили. То есть они такие более адаптированные, домашние. Черная кошка не верит в суеверие. Она пришла в этот мир, чтобы сделать своего человека счастливым. И безымянная малышка вместе с братьями каждый день с надеждой выглядывают из клетки. Может быть, сегодня их заберут домой. Они немножечко пугливые в силу того, что они особо не знали человеческой доброты. Никогда не были дома. Для них, конечно, первоначально это был стресс. Но сейчас они спокойненько сидят, адаптируются, живут своим трио. Вот она одна девочка. Они, когда мальчики сидят в одной, так скажем, лежанке, ее вгоняют. В Мурдоме с любовью, нежностью и заботой относятся к подопечным. Волонтеры, несмотря на работу и домашние дела, находят время для каждого. Лечат, кормят, убирают клетки и делают все для того, чтобы каждый хвостик, будь он рыжий, белый, серый, черный или полосатый, нашел свою семью. Мы их всегда адаптируем, приучаем к лотку для того, чтобы у новых хозяев не создавало проблем. Адаптация животного – это немаловажно. То есть у нас достаются и дикие животные, которые вообще к рукам не приучены. В день черной кошки принято дарить подарки. В Мурдоме будут рады кормам и лекарствам, пеленкам и наполнителям. Волонтеры с радостью подскажут, в чем сейчас особенно нуждаются их подопечные. А еще здесь можно найти лучшего друга. И неважно, какого цвета будет его шерстка. Он обязательно принесет в ваш дом уют и счастье. Приют находится по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Предварительно договориться с волонтерами можно по телефону 8 908 762 0951 и 37951. В первом периоде и гости, и хозяева создали немало опасных моментов. Но, несмотря на удаление в составе «Кварца», саровчанам не удалось реализовать большинство. Счет открыли гости за 5 минут до свистка. Отметился нарушением «Кварц» и в начале второго периода. И снова саровчане, находясь в большинстве, так и не смогли распечатать ворота противника. Лишь на 15-й минуте им удалось забить шайбу. Все боролись, все пластались, вытаскивали каждый клочок из любого момента. И могли, конечно, лучше. В первом периоде просто, как говорится, первая игра. У всех был небольшой мандраж. Не обошлось во втором периоде без удалений и у саровчан. Но команда гостей не смогла воспользоваться преимуществом. А за 7 минут до конца хозяева отправили в ворота «Кварца» сразу две шайбы. Впрочем, гости не сдавались до последнего. И за 18 секунд до свистка сократили отставание. В целом, мне игра понравилась. Задания они выполняли по большей части игры. Но во втором периоде ребята местные, конечно, очень четко сыграли в пас, чего нам не хватает явно. В третьем отрезке матча саровчане больше владели инициативой, атаковали и гости, как ни старались, не смогли сравнять счет. Игра завершилась победой ХК «Саров» 3-2. Следующий матч наши хоккеисты проведут 21 ноября на выезде с команды «Сеченова». Ожидалось, что немножко будем не собраны, потому что первые игры всегда начинают тяжело. И у нас традиция, которая была прервана сегодня. Мы за 4 сезона первый раз выиграли первую игру. Ваши дети мечтают научиться играть в хоккей. Спортивная школа «Саров» приглашает мальчишек и девчонок 2013, 2014, 2015 и 2016 годов рождения на бесплатные занятия. Справки по телефону 906-00 и 626-22. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова